Дмитрий Нечаев Я, естественно, не собираюсь их цитировать, но замечу, что и некоторые наши земляки поспешили с излишней долей уверенности предположить, что это могла быть диверсия, поджог. Спецкорреспондент нашего канала одной из первых прибыла на место происшествия. Работала там, общалась и со спасателями, и с работниками НИИ. Никто из них даже не рассматривал этой версии. И пока в официальных релизах нет информации о точных причинах пожара. Говорят, что, скорее всего, это проводка. Однако без этого очевидно, что здание НИИ, построенное в 1947 году, имевшее деревянные перекрытия, было и морально, физически устаревшим. Стены в ряде помещений, по имеющейся информации, были обшиты горючими материалами. Я не знаю, были ли там так называемые шлюзы, то есть металлические двери в коридорах, которые могли бы дать возможность отсечь огонь от других этажей здания, не дать ему столь стремительно распространиться по огромной площади. Ведь сначала возгорание было локальным и не предвещало столь катастрофических последствий. Огонь пытались потушить почти 250 пожарных. Было задействовано более 60 спецмашин и вертолеты. Сотрудники выбегали на улицу, кто-то вынужден был даже выпрыгивать из окна. А многие сейчас задаются вопросом, почему спасатели не растягивали под окнами тенты для смягчения падения эвакуируемых. Не знаю. Сейчас вообще все очень неохотно, скупо комментируют произошедшее. Может, слишком мало времени прошло, может, в чьей-то работе были недочеты. Да и сам объект, как понимаете, был непростой. Наверное, многие из вас видели эти страшные кадры, когда, несмотря на столь масштабные силы, стянутые к Тверскому НИИ, огонь неумолимо охватывал все большую и большую площадь, буквально пожирая здание. Площадь пожара в итоге составила 1500 квадратных метров. Черный дым расползался по городу. Ну и можно себе представить, что творилось внутри здания. В итоге рухнула кровля, межэтажные перекрытия, потрескались кирпичные стены, остался выгоревший остов. Вряд ли он подлежит восстановлению. Скорее всего, он будет снесен. Пожар тушили, по сути, больше суток. Ведь лишь 22 апреля в 7.33 была зафиксирована полная ликвидация огня в здании. Лишь благодаря пожарным удалось избежать распространения огня на соседние здания и жилые дома. Пострадавших много. По официальным данным, десятки человек оказались в больнице, многие из них в тяжелом состоянии в реанимации. Увы, есть и погибшие. Их число уточняется. Нужно дождаться разбора завалов, рухнувших конструкций здания. Сейчас точные цифры называть сложно. Кого-то из пострадавших госпитализировали сразу, кто-то там сам обратился за помощью вечером 21 апреля. Глава региона незамедлительно распорядился оказать им всю необходимую помощь. С этими людьми работают и им помогают. Но еще не догорели последние угли, а уже многие стали задаваться вопросом, почему столько людей обгорело. Почему отравилось угарным газом? Почему столько погибло? Да вот, наверное, потому, что я уже сказал выше. Здание старое, проводка, наверное, тоже не новая. Сделано все было по архаичным нормативам наверняка. А ведь в институте были лаборатории. Ну и плюс, никто человеческий фактор не отменял. С этим сейчас разбираются следователи. Что сказать? Крупное чрезвычайное происшествие. Огромный материальный ущерб. Больше всего жаль пострадавших и особенно погибших. Нам сегодня известно об одной семье, у которой в НИИ работали сразу двое. Люди утром пошли на работу, потом пожар, суета, локализация, пепелище. О их судьбе пока ничего не известно. Это трагедия. В этой связи наш митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обратился к родственникам погибших и пострадавших на пожаре со словами поддержки. Он выразил сердечные соболезнования родственникам и друзьям, которые потеряли в этой трагедии близких людей, и попросил у Бога прощения грехов и упокоения погибшим в пожаре. А всем пострадавшим и оказавшимся в больницах пожелал скорейшего выздоровления. В день Великой Субботы за Божественной Литургией священнослужителями и верующими Тверской епархии в Воскресенском кафедральном соборе будет отслужен молебен об упокоении погибших и о здравии всех, кто пострадал в этом пожаре. Всех, чьих семей коснулось это горе. Господь да укрепит всех нас в испытаниях, сказал Владыка. А что сейчас еще можно сказать такой ситуации? Сотрудники нашего холдинга также, конечно же, выражают соболезнования семьям погибших в этом жутком происшествии. Расследование только начинается. Мы будем следить за этой темой, знакомить вас с развитием событий, а потом делать выводы, чтобы такого больше никогда не повторилось. Это была колонка главного редактора. В студии был Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире. Дмитрий Нечаев.